В Магаданской городской думе состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. Восемь специалистов представили свои доклады. Они рассказали о проблемах, успехах и перспективах по социальным аспектам Магадана. И показатель рождаемости за 9 месяцев 2020 года составил 10,3 на тысячу расселений. Всего же родилось 764 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это было 733. При этом общая смертность населения в городе Магадане, невзирая на то, что у нас такая сложная ситуация по ковиду, и к сожалению наши пациенты погибают, так вот общая смертность тем не менее снизилась на 3,6%. И вообще смертность в городе Магадане по сравнению со всеми другими муниципальными образованиями самая низкая во всей Магаданской области. Специалисты здравоохранения отметили в первую очередь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики предпринимают все необходимые мероприятия для борьбы с COVID-19. В здравоохранении налажена и маршрутизация населения с острым коронарным синдромом. Первичная медико-санитарная помощь оказывается амбулаторна. В ее структуре есть много направлений, в том числе и первичная специализированная медицинская помощь, отмечают сотрудники Минздрава Колымы. Доставка пенсий за декабрь текущего года в отделениях почтовой связи будет завершена 18 декабря 2020 года, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Магаданской области. Сделано это в целях своевременного финансового обеспечения, выплаты пенсий и других социальных выплат за январь 2021 года. Пенсионерам необходимо обратиться за причитающимися в декабре суммами пенсионных выплат в отделение связи по месту их получения. Сделать это необходимо не позднее 18 декабря 2020 года. О выплате пенсий за январь 2021 года, в том числе и досрочной, информация будет направлена позднее. В минувшие выходные за помощью к магаданским спасателям обратились специалисты территориального центра медицины катастроф. На борту рыболовецкого судна женщина сломала ногу. К пирсу судна подойти не могло. Было принято решение, так как ближе был город Магадан, доставить ее в город Магадан. Соответственно судно зашло в акваторию бухты Нагаева и для того, чтобы эвакуировать ее на берег, нужна была помощь спасателей. Соответственно дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения произвела эвакуацию женщины на буксир морского торгового порта. И после чего она была доставлена на берег и передана специалистам территориального центра медицины катастроф для оказания дальнейшей помощи. По словам Павла Клочкова, спасательная операция прошла штатно. Специалистам удалось быстро эвакуировать женщину благодаря слаженной работе спасателей. В Магаданской области сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию без марки «Гоззнака». Работники Управления экономической безопасности и отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции установили и пресекли противоправную деятельность в сфере алкогольной, спиртосодержащей продукции. Торговля крепкими напитками предпринимателям велась незаконно, необходимая лицензия отсутствовала. Оперативники изъяли 21 бутылку. По данному факту возбудили административное производство. Максимальная санкция статьи КОАП РФ влечет наложение административного штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. Магаданская школа вошла в топ 100 лучших школ России. Участие приняли около 4000 общеобразовательных организаций нашей страны. Представители школ должны были описать работу своего учреждения в условиях пандемии. После подведения итогов оказалось, что школа номер 15 стала 14 по счету из 100 лучших школ России. При подведении итоги школа оказалась в 100 лучших школах России, стала 14 по счету. Но, кстати, этому предшествовало общественное голосование на сайте, потому что, чтобы работы той или иной школы попали в сам короткий лист 100 школ, то есть надо было набрать необходимое количество голосов. За 14 место в топ 100 Магаданскую школу номер 15 наградил и мэр Магадана Юрий Гришан. Это большая работа, и когда она получает награду, это, конечно, дорогого стоит. Я вручаю вам букет, память на адрес. Я думаю, что за этим стоят премии тем, кто это все сделал. Конкурс такого формата провели впервые, отметил Алексей Юрздицкий. В ближайшую перспективу Магаданская школа номер 15 еще не определилась с дальнейшим участием в таком мероприятии. Но если будут предложены подобные конкурсы по силам для школы, сотрудники с удовольствием примут участие. 46 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 6300 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 110 994 человека. С выздоровлением выписали 5 648 колымчан. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Магадан начал зажигать новогодние огни. Зеленые красавицы засияли на площади космонавтов, в третьем микрорайоне, в автотеке и на Магаданской площади. «Елочка, гори!» – кричали не только дети, но и взрослые. Сказочные герои встречали всех гостей. По словам мэра Магадана, главное в это непростое время – создать горожанам настроение праздника. «А самое главное, я хотел бы, чтобы все желания наших юных магаданцев и взрослых магаданцев сбылись в 2021 году. А самое главное, что мы хотим, чтобы все были здоровы, чтобы мы были полными семьями за новогодним столом». «Елки будут стоять в 12 микрорайонах областного центра. Специалисты продолжают готовить город к Новому году. 44 новых световых консолей украсят центральный проспект Магадана. Также для детей создают снежные горки, всего их будет три. Еще планируют провести шествие Дедов Морозов и ежегодный конкурс ледяных скульптур «Магаданский хрусталь». «Вы знаете, сам праздник – это в первую очередь праздничное настроение. Если есть праздничное настроение, то есть, на мой взгляд, и праздник. Это не просто календарная дата. И вот сегодня это мероприятие проходит от зажжения елок в четырех, так сказать, микрорайонах нашего города. И вот, наверное, с этим связано то, что у всех потихонечку возникает состояние Нового года, чувство самого праздника. Я вижу, насколько радуются дети наши, насколько радуются взрослые». До конца недели планируют зажечь зеленые красавицы в других микрорайонах, а также на Соколе, Уптаре и Снежном. Главная елка Магадана на Театральной площади засияет новогодними огнями 19 декабря. Как правильно выбирать, хранить и использовать пиротехнику. В преддверии Нового года магаданцы начали закупать фейерверки, салюты и петарды. Перед тем, как их приобрести, нужно обратить внимание на срок годности и целостность упаковки. Можно попросить сертификат и посмотреть серийный номер продукции. Он должен совпадать с тем, что написано на коробке. «Приобретаем пиротехнические изделия в специализированных магазинах. Обязательно по вашему требованию продавец обязан предоставить сопроводительные документы, так как данный товар подлежит обязательной сертификации. Смотрим на целостность упаковки, не должно быть никаких вмятин, потертостей или дефектов различных». Хранить пиротехнику тоже нужно правильно. Оставлять петарды на чердаках, подвалах или цокольных этажах нельзя. Место должно быть недоступным для детей, а также подальше от нагревательных и отопительных приборов. Хранить лучше всего в темном, прохладном месте. «Также ближе полметра от нагревательных и отопительных приборов. Но учитывайте их мощность. Если завод-изготовитель говорит, что не ближе полутора метров, то отодвигаем, следовательно, свыше полутора метров. Смотрим в сухом, чистом помещении». В Магадане продают три класса пиротехнических средств. У первого радиус опасной зоны не более полуметра, у второго – не более пяти метров, и третий самый опасный – 30 метров. Пиротехнику можно использовать только на разрешенном расстоянии, которое указано на упаковке. «И в новогоднюю ночь выбираем площадку. Если самый опасный из доступных классов – это третий радиус опасной зоны, у него 30 метров, для этого рекомендована мэрия города Магадана, площадка в районе обездного шоссе, освещенный лыжный трасс». Если салют не сработал, нельзя к нему подходить в течение 10 минут. После нужно залить средства водой на сутки, а потом утилизировать. Сотрудники МЧС убедительно просят убирать за собой использованные пиротехнические средства. Продолжение следует...